В Тульской области прошел первый и единственный этап «Кукка России» по ралли-рейдам. Основным маршрутом Бахи было внедорожное кольцо протяженностью 86 километров, которое участникам предстояло преодолеть трижды. Главным неудачником прошедших стартов оказался Вячеслав Субботин из команды «Газ Рейд Спорт». Его «Газель Некст» на прологе испытывала проблемы со сцеплением, а в самой гонке выкидывала сообщение об аварийно-низком давлении масла. И Субботин решил сойти. Еще один сход оформили Сергей Соболев и Дмитрий Тюпенкин. Их подвело сцепление. Между тем, титулованный Борис Гадасин на прототипе «Барс» сначала эффектно промчал пролог, а затем и гонку. На то, чтобы одолеть 258 километров дистанции, питерскому спортсмену потребовалось меньше трех часов. И это на коварном скользком черноземе. Ближайшие соперники дуэт Максима Багеля и Андрея Рудницкого остались далеко позади. Третью ступень пьедестала заняли Владислав Маликов и Дмитрий Карпов. К слову, экипажи под руководством Багеля и Маликова взяли золото и серебро категории Н2. В зачете «Рейд Спорт» традиционно не было равных Алексею Игнатову и Олегу Нежнову на «Газели Некст» заводской подготовки. А в классе национальных победили другие заводчане из Ульяновска – Михаил Кутинов и Максим Плюхин на УАЗике. Таким образом, в этом году Кубок страны по ралли-рейдам не состоялся по причине своей одноэтапности. А вот чемпионат, начатый февральской бахой «Северный лес», включает пять стартов, два из которых еще впереди. Пилот молодежной программы «СМП Рейсинг» Михаил Белов провел крайне напряженный уикенд на немецком автодроме Хокенхаймринг, где проходил девятый этап Еврокубка Формулы Рено. Субботняя гонка сложилась для россиянина совсем неудачно. Он не сумел завершить заезд из-за технических проблем. Правда, к утру воскресенья команда устранила поломку. В итоге Михаил успешно финишировал на шестом месте. За это Белов получил восемь очков. Так что теперь на его счету 32 балла, что соответствует 14-й строчке общего зачета пилотов. Десятый финальный этап Еврокубка начнется 12 ноября на автодроме Поль-Рикар во Франции. И наш соотечественник планирует его посетить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова